Американский госсекретарь и русский министр. 8 мая 2019, 11-18. Эдуард Лимонов писатель, публицист. Если судить по виду, то Майк Помпея, толстяк с доброй, я бы так ее охарактеризовал, улыбкой, должен был бы быть добродушенным. Но ничего такого, если судить по его политической позиции. Наш Лавров, замечу здесь же, стал мне нравиться, ему, вероятно, расширили полномочия, и он проявляет свою порой достойную аплодисментов ироничность вкупе с эрудицией, интеллигентностью и некоторой язвительной старомодностью на полную катушку. Вот они встретились в Хельсинки, Финляндия, 6 мая. Также по теме. В Кремле не исключили встречи Путина и Помпея в Сочи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и хотел бы предварительно объяснить вот что. Власть в Соединенных Штатах Америки устроена иначе, чем в России. Поэтому когда рассуждают власть, то, власть, все, то нужно конкретно понимать, о ком конкретно речь идет в каждом отдельном случае. В России, и это наша национальная традиция, также была устроена и советская власть, и власть Российской империи. Все ветви власти работают в унисон, консолидировано, представляя одну общегосударственную точку зрения. Но традиция политическая. Бывают традиции в питании, больше там, котлеты, а бывают вот и в политике, и в характере власти. В России, значит, консолидировано, в то время как для властей США характерно распределение роли между ветвями. Характерный пример. Вспомните, во времена перестройки президенты США уверяли руководство СССР в своем незыблемом уважении к суверенитету СССР. Однако Конгресс США, напротив, воодушевлял и призывал, например, Республики Прибалтики к сепаратизму. Пентагон, Министерство обороны США, всегда ястребы. И призывают к войне, и пугают войну из-за своей интересы и за отстаивание национальных интересов сил и оружия. Практически такую же агрессивную позицию занимает обычный офис государственного секретаря США, то есть министра иностранных дел. По сему, может быть, Помпео и добродушный толстяк по психотипу, но обязан пугать, что и делал до сих пор послушно. Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова и Помпео в Сочи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что в настоящее время идет подготовка встречи министра иностранных. И цель России не была достигнута. Ибо так велика неприязнь западного мира к России, что объяснение проходит мимо ушей западного мира. Так что зря Лавров слетал в Финляндию. По сему, вот результаты встречи 6 мая в Хельсинки. Их нет, если не пользоваться дипломатическим языком, который намеренно все приукрашивает и скрывает различия. Помпео, у России и США определенно разные интересы. Дипломат старой школы, Лавров язвительно назвал состоявшуюся встречу в Хельсинки хорошей и конструктивной, подразумевая, что нужно было встретиться, чтобы в мире нас не обвиняли в том, что мы не встретились. Вот мы с вами встретились. Хорошо и конструктивно. Ничего не произошло? Произошло. Политика США нехотя начинает становиться политикой президентской. Хотя остальные ветви власти упорно сопротивляются такому повороту дел. Посудите сами, это Трамп. Отдавая себе отчет в том, что воевать он в Венесуэлу не полезет. А отдавать Венесуэлу России не хочется. Да и невозможное это дело. Это Трамп сам позвонил Владимиру Путину, ища его помощи. И заставил Помпео поехать в Хельсинки. А когда там ничего не получилось, Трамп долго кричал и топал ногами в направлении Помпео. Предполагаю, заставляя Помпео вновь встречаться с Лавровым. Тре. Again. Пытаясь опять. Вот Помпео, делать нечего. Придется встречаться с Лавровым опять. 14 мая в Сочи. Вы помните, как Конгресс тягался с Трампами за стены. Какие-то жалкие 6-7 миллиардов нужны, но не дали Трампу, не дали. А здесь речь идет о более чем 35 миллионной стране, через неширокое море всего лишь от Соединенных Штатов расположенной. Помпео анонсировал встречу в Сочи 14 мая. Помпео отменил ради Сочинской встречи даже переговоры с канцелером Германии Ангелой Меркель. Помимо этого, Помпео анонсировал новые переговоры с КНДР. Ведь переговоров с американцами просил Ким Чен Ину Владимира Путина. США пляшут под дудку России? Ну, к тому, кажется, идет. Россия похихикивает, если уже не хохочет во все легкие, я полагаю. Не все же Соединенным Штатам нас раздражать Украиной. Вот и мы нашли, как разозлить американцев до свирепости. Так что сами мириться предлагают. Ха-ха-ха-ха. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.